Бал дошкольников явление в образовательном процессе достаточно новое, в Чебоксарах он проводится всего второй раз. Какой смысл вкладывают в понятие бал воспитатели и чему учат своих воспитанников с помощью танцев и нарядов, выясняла наша съемочная группа. Несмотря на то, что главным гостям бала едва исполнилось 7 лет, здесь все по-взрослому. На девочках платье в пол, на мальчиках сорочки, ослепительные белизны и бабочки. Специально к событию разучивались танцы. И не какие-нибудь, а те, что танцевали все литературные герои, начиная с Наташи Ростовой. Мне нравится балонез. Там хорошие движения, плавные. Это во времена Евгения Онегина воспитанием, слава богу, было не мудрено блеснуть. К современным детям предъявляются куда более высокие требования. В ряду с образованием умение красиво танцевать и достойно держаться котируется весьма высоко. Балы, подобные этому, призваны наглядно показать разницу между корпоративом и праздником в лучших классических традициях. Это одна из возможностей руководству города сказать большое спасибо детям, педагогам и их родителям за самое активное участие в жизни города. Здесь присутствовали дети, которые на протяжении всей дошкольной жизни были самыми активными участниками в городских, республиканских, всероссийских конкурсах. Бал стал наградой не только для детей, но и их родителей. Для мам и пап нет большей радости видеть своего ребенка успешным и красивым. И неважно, сколько усилий пришлось приложить. Это самые окупаемые инвестиции. И хоть было не очень просто, но детям очень нравится. Я считаю, что в будущем такие балы нужны с детям для того, чтобы почувствовать торжественную атмосферу, приблизить их к этому большому празднику. В жизни, я считаю, это очень пригодится. В прошлом году на бал были приглашены 200 дошкольников. В этом уже около полутора тысяч. Заинтересованность и педагогов, и ребят, и их родителей очевидна. А значит, бал дошкольников вполне может рассматриваться как дополнительный стимул в образовательном процессе. Елена Гальперина, Татьяна Раевская, Олег Якимов. Республика.